привет друзья товарищи канал покимуш лайф и сегодня кое-что весьма редкое и только для наших зрителей будет у нас на обзоре поэтому сразу ставьте лайк и начнем t109 аппарат который положил начало ни много ни мало от целому новому поколению локомотивов прежде всего уважаемому 2t116 более того это одна из самых массовых экспортных серий советских тепловозов которые впрочем поработали и в мпс сегодня мы изучим модель от компании модемио но только у нас и только на нашем канале мы сравним ее с очень древней моделью такого же тепловоза произведенного в гдр известной фирмы пико в начале 80-х конечно сравнение будет весьма субъективным хотя бы в силу почти полувекового разрыва но тем интереснее будет ролик и так тарам и вот пакет с легендой все уже распаковано друзья мои поэтому без музыки хотя можно попросить леночку она включит ну распаковка не завершена понял атак распаковка завершена отлично вот друзья мои мы получаем тепловоз серии t109 коробочка журнал и надо полагать открытка которая вот открытка здесь вот ребята наши поезда номер 19 t109 модемио машина под номер 0 10 эдакая картинка стилизованный под фотографию и что же мы видим на второй странице картинка импортного тепловоза появление серии опять таки импортный тепловоз опытные образцы и некий вокзал а здесь рассказывается почему t109 настолько значим для всех нас положившие начало новому поколению локомотивов а эта машина 78 года станция шушары это около санкт-петербурга прикольная картинка особенно доставляет линии терминатора во появление серии 76 год станции транзитной во время обкатки на путях мпс видите машина под серии 132 явный тепловоз на экспорт но тут рассказывается об особенностях конструкции прежде всего передачи перемена постоянного тока и вот еще одна фотография в необычном для нас окрасе экспортная машина с 2004 года в депо немецкого города нос он на поворотном круге довольно часто в этих журналах можно видеть редкие фотографии новая страница конструкции для европы как обычно технические характеристики а мощности тепловоза всего лишь 3000 лошадиных сил такая же как и у дизеля 10 d100 однако в отличие от пресловутой десятки дизеля на этих тепловозах были уже четырех тактами фотография 2 т109 002 и это ребята музей бреста в беларуси а сзади стоит белорусская м62 а вот и кабина того самого 002 тепловоза видно вот по этому скоростемеру что машина была экспортной тепловозы т109 одними из первых получили вместо кочерги вот такой довольно изящный штурвал контроллера а вот и работы мастера гампса подвезли открытку пока в сторону посмотрим саму картинку прекрасная работа облака какой-то сосновый лес и вот он едет одна путка да еще тепловозный ход и в эре лампово и открытка то же самое только еще более круто поскольку вот такая сепия интересно какой тираж а тираж 4790 экземпляров не такой уж и маленький прекрасная открытка и прекрасная работа мастера гампса спасибо модеми его опытные образцы так в этой заметке рассказывается о разных модификациях тепловоза т109 для экспорта на фотографии серия 142 для гдр но пока еще на путях мпс а здесь вот в таком необычном окрасе тепловоз т109 на немецких железных дорогах серии здесь 232 а здесь как обычно вокзалы и это вокзал иванова современная фотография и фотография но наверное годов семидесятых он какой-то интересный автобус если кто-то может его идентифицировать напишите пожалуйста в комментариях а на следующей странице должна быть заметка алексея вульфова или нет а нет не алексей вульфов в очередной главе речь пойдет о шуйско ивановской ветки первом участке в современной границах северной магистрали немножко рекламы почувствуйте очарование ушедшей эпохи усадьба россии и наконец спойлера того что за модель будет в двадцатом фактически юбилеем на номере от моде мио и это а с 4 м у автоматриса вот такая штука ребята их скорее бы сделали в 80 с ну и как обычно по традиции нам предлагает собрать всю коллекцию из пятидесяти ежемесячных выпусков история наших дорог правильный масштаб подписка с бесплатной доставкой под стаканники и даже рельса подставка со скидкой 50 процентов с удовольствием почитаем этот журнал а сейчас переходим к самой модели а вот и сама модель ну что первое впечатление очень добротно и очень аккуратно выполненной модель достаточно редкого для нас тепловоза серии т109 а теперь друзья товарищи обещанный эксклюзив видите что нам удалось раздобыть для этого ролика немецкая модель такого же тепловоза т109 но уже серия 130 это одна из самых массовых немецких импортных машин которые поставлялись луганским заводом 130 серия имела конструктивную скорость 140 километров в час и предназначалась для работы с пассажирскими поездами эти тепловозы были доступны к покупке и на территории советского союза и стоили как сказал один из наших подписчиков что-то в районе 38 рублей и вот как мы поступим давайте будем изучать машину от модемио и сравнивать ее с моделью изготовленной в гдр кто же окажется круче как обычно начнем с крыши и сразу можно выделить два элемента которые выполнены отдельными деталями это прежде всего звуковые приборы тифон причем обратите внимание тифон здесь двойной и имеет еще отдельную трубочку также выполненную отдельной деталью и вот такой элемент на секциях жалюзи надо полагать для реостатного тормоза сверху вот эти элементы тоже выполнены видно отдельной деталью а как насчет зарубежного собрата аппарат до нас кто-то очень хорошо юзал и тифоны которые были также отдельной детали уже отломаны интересно вот эта серебристая вставка целиковый или является неотъемлемой частью крыши теперь наш собрат очень элегантно выполнены вентиляторы на шахтах холодильника тип вон там лопасти показаны дополнительные элементы воспроизведены всевозможный крепеж а что же импортный собрат здесь вентиляторы тоже неплохи но выполнены более условно наверное здесь все-таки поинтересней в остальном все что касается крышевого оборудования вполне себе традиционно для модемиева на зарубежном аналоге крыши а вы видите темно-зеленые в остальном она практически не отличается в целом как по нам примерно одинаково что недорогая модель от модемиева что очень дорогая модель от немецкого производителя теперь кузов и начнем с кабин по моему очень тонкая работа смотрите какой изящный поручни выполнены отдельной деталью классный прожектор причем прожектор такой же как и на ранних 216 и при этом он окрашен другим цветом внутри отдельное стеклышко с имитацией лампочки дополнительные жалюзи надо полагать для так называемого климат контроля и уже на раме кузова размещены вот такие элегантные буферные фонари очень напоминающие фонари 2т 116 ранних выпусков в этот раз модемиева нас радует табличкой номерной т109 010 подвижная до подвижная автосцепка автосцепка конечно весьма копийно и смотрите насколько классно сделаны концевые рукава вместе с кранами причем краны окрашены другим цветом красный тормозной магистраль это надо полагать питательные а это черт его знает может быть импульсная магистраль но питательную то можно перекрасить в синий на пути очистителя вот такая подножка сымитирована здесь дополнительные подножки и вот она накладка накладку я бы перекрасил в красный в этот раз расцепной рычаг по моему сделан единой деталью вместе с путь очистителем окошки как обычно имеет имитацию резинных уплотнителей и вот такие элегантные стеклоочистители в целом кабина на тепловозе очень аккуратный и очень красивая а что же зарубежный собрат делаем скидку на возраст машины но обратите внимание что немецкая модель в отличие от российской выполнена пожалуй даже более условно да здесь очень хорошо сделан прожектор довольно таки элегантные буферные фонари хотя фонари и пожалуй не имеет отдельных красных светофильтров и просто белые да здесь стоят буфера но нет никаких концевых рукавов и нету никаких поручней также нету никаких номерных табличек спереди и даже дворники не окрашены серебряночкой модемио явно вырывается вперед по отношению к немецкому собрату давайте посмотрим кузов сбоку сначала модемио обращает на себя внимание очень аккуратная краска тепловоза и даже на дверях имеется вот такие серебристые накладки дабы вода не затекала в кузов очень аккуратно прорисованы поручни выполнены впрочем одной деталью с кузовом и вот такая элегантная ручка двери на раме кузова показаны вот эти смотровые окна как мы понимаем они необходимы для обслуживания кабеля который проходит внутри рамы аккуратные окошки внутри можно видеть интерьер так называемые дизельная и смотрите вот она табличка т109 010 по кузову по моему вообще все классно а что же наш немецкий аналог прошу у немецкого аналога несколько иначе располагается окна машинного отделения также по-другому расположены боковые секции холодильника вполне себе достоверной имитации поручней и вот здесь уже сбоку появляются надписи 130 серии 005 пожалуй надо отметить менее качественное исполнение боковых окон и окон кабин машиниста на немецкой модели в отличие от российского аналога у которого окошки имеет очень элегантные уплотнители да и стоят они практически на одном уровне заподлицо со стенками кузова в отличие от немецкой машины у которого окна достаточно глубоко утоплены внутрь и также можно выделить отсутствие отдельные окраски поручня и ручек дверей на кабинах машиниста у немецкой машины в отличие от модемию таким образом резюмируем можно сказать что и здесь хоть немного но аппарат от модемию выглядит интереснее отдельно давайте посмотрим на топливные баки топливный бак на тепловозах т109 очень сильно напоминает такой же баку машин 116 серии такие треугольные кронштейны по бокам по которым легко отличить 116 и от 2t10 и вот в этих нишах дополнительно размещается аккумуляторные батареи обратите внимание что здесь мы димео показали главные воздушные резервуары вот они проходят слева и справа от топливного бака на топливном баке показаны даже ручки с помощью которых можно откроете крышки и заметьте здесь еще имеется петли а чем нас порадует немецкий аналог да тут тоже были кронштейны кронштейны надо полагать уже отломаны но это простительно интересно что касается главных резервуаров посмотрите ребята неужели здесь была имитация просто вот такая бутафория то есть чисто контуром показаны были главные резервуары хотя скорее всего так и было вероятно это связано с тем что тележки на этих машинах все-таки обмоторены и резервуаром здесь просто не было места сами откидывающиеся крышки на этом тепловозе также вполне достоверны что ж топливные баки практически идентичны на обоих машинах но на немецком аналоге в силу особенностей конструкции производитель вынужден был пойти на некие ухищрения и резервуары изобразил в виде вот таких вот контуров теперь экипажная часть наших героев но здесь мы диме вообще молодцы весьма и весьма достойно проработана экипажная часть практически на всех моделях этой фирмы вот они тележки нашего героя причем тележки на этих машинах уже бесчелюстные то есть поводковые очень реалистично показаны винтовые пружины тормозная рычажная передача вот эти башмаки там видны и колодочки и только триангеля не хватает тормозные цилиндры со штаками и торпе уходящие туда вглубь тележки опора кузова тоже показано посмотрите вот эти вот масляные ванны и даже на раме сымитированы вот такие элементы для транспортировки тепловоза подъемными кранами интересно крутится ли колесный пар на этой машине да вполне себе легко вращается причем надо отметить что колесная пар на этом тепловозе цель накатанные не бандажные и поэтому они не имеют спиц снизу довольно таки условно сымитированная тяга электродвигателя и кожуха зубчатой передачи односторонние и кстати смотрите вон показан еще и воздухораспределитель надо полагать 483 а что же наш немецкий аналог конечно прежде всего нужно отметить что на немецкой машине тележки то были обмоторены и машина могла самостоятельно ездить но давайте посмотрим как у нее с детализацией колесные пары имеет уже металлические накладки а здесь показаны тормозные цилиндры показаны также винтовые пружины но кстати менее качественно сымитированные а вот элементы тормозной рычажной передачи вполне себе годные оценку этим дележкам друзья товарищ можете дать сами написав комментарии какая из этих тележек вам нравится больше вот как то так джентльмены вопрос собственно понятен кто круче модемео или пико для себя мы решили так в плане детализации тепловоз от модемео превосходит немецкую модель но вот то есть сильный козырь она ходовая однако по стоимости такой же силы козырь уже на стороне модемео ну и так далее можно перекидывать этот мяч в обе стороны спасибо что посмотрели ролик надеемся вам было интересно проверьте подписку на канал не забудьте поставить оценку всем еще раз спасибо за просмотр всем удачи и до новых видео а